Здарова, молодые и красивые. Для всех, кто уточнял, когда приходить ко мне на поминки, чтобы на халяву поесть кутью, у меня грустные новости. На самом деле, я не так давно переехал в Новую Халупу, и на протяжении без малого месяца мне не могли провести домашний интернет, по весьма весомой причине. Интернет они не ставят, интернет! Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш! Было довольно скучно, я не мог стримить, не мог работать, благо, что у меня был хотя бы мобильный интернет. Потому что, когда Цезарь перестал увозить игры в BDSM-никапару, мне пришлось скачать игры на телефон и девайс. Скажу сразу, я очень далёк от мобильного гейминга, так что подсобите в комментариях и разъясните, где я выдал Кринж, а где базу. Рассмотрим мы, соответственно, первые пять игр, которые мне в рекомендации выдал Google Play. Сперва Play Market порекомендовал мне Звёздные войны, Галактика Героев. Запомните, если в игре есть шкала усталости, значит её делали первобытные люди, целью которых являются лишь ваши деньги, и она существует фактически только для этого. Ну и чтобы продвигать сериальчики в данном случае. Но с другой стороны, кто считает Диснеевский кал за канон? Правильно? В общем, у всех игр такого жанра есть один и тот же простой концепт. Вам дают сильного героя в начале, но не самого крутого и популярного, естественно, его надо будет купить. Возможно, даже дадут пару круток в начале и кучу наград, чтобы завлечь игрока тратить время на игру. Но чем дольше ты играешь, тем меньше наград, тем больше усилий надо приложить. Менять персонажей, их заново прокачивать, полностью менять построение. И тем самым игрок попадает в ловушку с гриндом до конца жизни. Или же траты реальных денег для прогресса, чего, собственно, и добивается игра. Бросить такие игры бывает очень сложно, из-за того, что игрок чувствует, что потратил уже много времени в ней. Поэтому ему жалко потерять весь накопленный прогресс. Зачастую, таким любят заниматься игры по известным франшизам. Ведь в них легче всего заманить фанатов, которые будут тратить кровные на полюбившихся персонажей. Но благо, что игра по Звездным Войнам сразу начинает отталкивать. Во-первых, потому что она каждый раз запускалась у меня по 5 минут. Даже после полного скачивания дополнительных данных, у которых, кстати, Альцгеймер. Игра даже не может запомнить, что я согласился на скачивание, используя мобильные данные. Вначале будет обучение, и игрушка будет кидать себя в разные меню. И после каждого из них будет спрашивать, точно ли ты хочешь качать всё без Wi-Fi по мобильным данным. Ааа, чел, ты точно хочешь качать всё без Wi-Fi? Ааа, блин, я вот не помню, спрашивал тебя или нет. Короче, ты будешь скачать себе по мобильным данным, да? Слушай, я вот решил поинтересоваться, через что будешь скачать дальше? И как только ты завершаешь минимальное обучение, игра неоднократно начинает предлагать тебе что-то купить за реальные деньги. А ты даже не выкупаешь, что это такое? Потому что без бесконечных подгрузок ты поиграл от силы 5-10 минут. Да и как поиграл-то? В душный медленный автобаттл? Где, ого, ты можешь выбрать какую цель атаковать, но, поверьте, много проще включить авторежим со скоростью x4, по крайней мере поначалу. При этом игра вполне может у вас слагать, потому что, вдумайтесь, нужно потратить около 20к на телефон, чтобы играть в автобаттл. С 3д модельками, которые по качеству, ну, как в Которе, если не хуже. Вот только Котор выходил 20 лет назад и по-прежнему цепляет своим вайбом и сюжетом. А может ли вызвать подобные эмоции гринд-игра? Короче, продукт из разряда АХТФУ, бездушный, играющий на чувствах ностальгии фанатов. Видимо, в противовес такому калу, платформа решила предложить мне АФК-арену. Насколько я знаю, это прям база-базная, потому что даже мой 40-летний друг Старпер играл в неё. Действительно база! Скажу сразу, что игра меня зацепила, и я сейчас каждый день в неё играю, наверное, уже на протяжении двух недель. Если смотрели у меня видос про Хорни игры, она мне очень напомнила King of Kings. Только с упором не на Хорни тяночек, а на игровую составляющую. Та же фармёшка героев, их одевания, драки по этапам. Но почему уже на лучше, даже без многих знакомых героев? Знаете, это не проблема, если у твоей игры хорошо развитый и интересный лор. Поигравшись, вы и сами легко почувствуете, что разработчиками движет не только жажда наживы, но и желание развивать своё детище. Игра не тыкает тебе после каждого действия, что ты можешь купить в ней что-то по супер-акции. Но, конечно же, транзакции и бонусы возможны. Сам нажми, посмотри. Помимо простого автобаттла, есть куча других режимов и функционала. Вот тебе алиэн-шутер из детства, где ты один против ворд каких-то уродцев. Есть даже герои меча и магии референс. Плюс, она не тормозит и показывает прекрасное 2D, вместо того, чтобы грузиться полдня, чтобы показать мне 3D уё... И что самое важное, если в твою игру добавляют гостевых персонажей, таких как Принц Персия, Ассасин, Ведьмак, ну или Лупиков из аниме типа Оверлорда или Резеро, наверное, в таком случае игра действительно хорошая и достойна внимания. И тут внезапно прибегает Паймонт. Да, мне в рекомендациях выдался Геншин. Я дважды успел поиграть в него на стриме, выбил сексофильную Мону и Берсерка и даже успел восхититься. Запись этих стримов, если что, в открытом доступе. И вот мне настолько понравилась эта система элементов, а в особенности их комбинации. Допустим, когда ты одним героем, специализирующимся на воде, обливаешь супостатов, а потом меняешь его на ледяного и замораживаешь их в сосульку. Ну, или уберём ледяного и заменяем его на электрического, и тем самым в комбинации с водой делаем настоящую грязь. А ведь всё действие происходит в прекрасном анимешном мире, плюс ещё мне рассказывали про какие-то безумно красивые локации с дополнений. Чем это не повод попробовать игрушку на телефоне? Что, 25 гигабайт? Ну ладно, пока у нас всё устанавливается, у меня есть специальное предложение для всех любителей геншина. Коли вам благоволит удача, вы вполне можете заполучить крутого персонажа, или же пополнить свои запасы кристаллов. Если что, я говорю про кейсы с реально крутыми вероятностями и высоким шансом выпадения хороших наград. Причём есть множество вариантов нафармить на кейсы бесплатно. За приглашение друзей, авторизацию и подписку, за пост в ВК, просто ежедневный, на сайте и не только. Ну а если ты решишь охотиться за крупной добычей, то по моему промокоду ниже, ты получишь скидку 20% на пополнение баланса. Так что не забудь ввести его вот сюда. Также на сайте можно выгодно пополнить кристаллы, а при первом пополнении сумма кристаллов удваивается. Также действует 10% скидка на все кристаллы. Теперь успокою всех, кто переживает за бан. От вас не потребуются пароли или другие данные от аккаунта, только юит, который нужно пополнить. Можете написать в комментариях, кому что выпало из разных кейсов. Ну а я как погляжу, геншин скачался. Скажу сразу, что на говно-телефоне игра будет выглядеть, ну, прямо-таки грустно. Но если подумать, что это экшен-рпг с кучей эффектов разными персонажами и большим открытым миром, желание потратиться на новый телефон возникает намного больше, чем от автобаттла по Звёздным Войнам. И знаете, зайдя в игру спустя год, я чисто полчаса сидел в меню, забирал кучу наград. Оказывается, я ещё каких-то персов успел открыть. Ну и, естественно, покрутил казиноч и по классике выбил ещё одного героя. И знаете, я могу сказать, что для телефона это очень красивая игра с большим функционалом. Но ощущается, что она только для телефонных задротов, что ли. Потому что очень сложно двигаться, ускоряться, крутить экран, прожимать все какие-то там предметы, скиллы одновременно. Ну, или это сугубо моя старческая проблема. На компике, конечно, мне в это играть намного приятнее. И тут мне в рекомендациях выдался Крушитель Подземелий. Я посмотрел на скриншоты и вспомнил байтовые рекламы, хотя в самих играх такого контента не было. Но, справедливости ради, я слышал про игры, которые как раз-таки решили воссоздать у себя такие механики. И сделали их вполне играбельными. Я подумал, ну, возможно, это одна из таких игр. Скачал, запустил и на меня смотрел гоблин. Я смотрел на него, он смотрел на меня. Я смотрел на него, он продолжал смотреть на меня, а я продолжал смотреть на него. И так на протяжении 15 минут. Я подумал, возможно, игра уже началась, решил что-то подвигать, отрезать, задамажить гоблина. Но на любое касание он просто подпрыгивал и пукал. Если честно, это было очень похоже на загрузку дополнительных данных. Но игра ничего не спрашивала, интернет не тратился. Решил почитать отзывы на игру, чтобы понять, в чем может быть проблема. И от увиденного стало как-то еще более грустно. Я ее дропнул, но через пару дней вспомнил, что забыл все это записать. Еще раз скачал, и внезапно игра заработала. И оказалось, что это чертов кликер. Но справедливости ради скажу, что он затягивающий. Мини-игр из скриншотов нет. Но как показывает опыт, красивые скрины из кликеров обычно являются скамом. Сами разрабы придумали хорошую модель монетизации. Мало кто хочет тратить реальные деньги. Поэтому, если ты долгое время не заходишь в игру, например, когда спишь, твои фиксики продолжают работать и зарабатывать голду. Ты спустя долгое время заходишь, и тут такое сообщение. Ого, ваши лупики заработали 500 миллионов миллиардов. А-а-а, ты хочешь, чтобы деньги удвоились в два раза? Посмотри рекламу, пожалуйста, на минуту. По сути, ты потратишь минуту и заработаешь так же, как за 8 часов АФК фарма. И тем самым, разрабы получают деньги за рекламу, которую ты смотришь. Короче, рекомендую для тех, кто любит монотонный процесс и не хочет тратить много времени на игры. А еще, когда дамажишь крипов, они словно забавно танцуют. Далее, в рекомендациях вылетела Rise of Kingdom. Видимо, от тех же разработчиков, что и АФК Арена. Вначале, вам предлагают выбрать один из народов. У каждого есть свой бонус и уникальный юнит. Русских тут нет, так что, чё пацаны, аниме? Скажу сразу, каждой игре я давал минимум полчаса, чтобы она меня завлекла. Но вот конкретно ей не удалось. При этом я не могу сказать, что она плохая. Просто не на массовую аудиторию. Во-первых, сеттинг. Средневековье, древние цивилизации. А герои тут реальные, знаменитые исторические личности. Например, Жанна Дарк тут, как аналог Дарт Вейдера. Сами герои мультяшные, иногда даже странные. Я не уверен, что разрабы точно представляют, как выглядели грузинские женщины в 12-13 веке. Ну а во-вторых, сам жанр. Большой мир, стратегия, что-то между цивилизацией и Clash of Clans. Если вам нравятся подобные жанры, то игрушка вам зайдёт. Если нет, то даже не стоит пробовать. Конечно, можно было бы рассказать вам про мастодонтов по типу Хардстоуна или ТФТ. Да и игр тут ну просто реально много, смотрите сами. 7 смертных лохов. Стоп, это что герои? Ребята, тут срочно нужно накидать лайков лютому, чтобы продолжить мобильный движ. Надолго я с вами не прощаюсь, ведь в ближайшие дни вас ждёт новый кукинг-видос в 8К качестве 4D с моим фирменным АСМР на ушко. Можете посмотреть старые видосы, чтобы понять, что вам примерно ожидать. Вам, естественно, спасибо за внимание и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok